Сейчас мы находимся в сквере энтузиастов, который расположен на улице Заболотного между Днепропетровской дорогой и улицей Академика Сахарова. Этот сквер появился силами местных жителей. Еще в 2010 году является едва ли не единственной зеленой зоной с территории в 4,5 гектара в Суворовском районе. По информации местных жителей, здесь хотят построить детский сад и спортивную школу, и тогда зеленой зоны станет гораздо меньше. Мне 5 лет, и я тут уже катаюсь. Я сажала деревья, и каталась на велосипеде с моими друзьями, и на роликах, и на самокате. В сквере энтузиастов ежедневно гуляют сотни одесситов. Здесь есть и детская площадка с качелями, и турниками, и футбольное поле, и круговая трасса для велосипедов. Из самого названия сквера следует, что люди создавали его собственноручно и давно добиваются присвоения ему статуса парка. Благоустройство парка за счет жителей. Существуют люди, которые сбрасываются деньгами, покупают деревья, засаживают, красят. То есть всем благоустройством парка, как сейчас, к сожалению, занимаются только люди. Я приходила со школьниками сюда, с группой школьников. Это был 7-9 класс. Мы собирали мусор, камни, сажали деревья. Также каждый день поливали, естественно, да. И девочки, и мальчики тягали, воду поливали. Под заявлением, которое подготовили в поддержку сквера, подписалось более трех тысяч одесситов. Группа активистов пришла на прием к председателю Суворовской райадминистрации, но в кабинет запустили только одного представителя общественности. В итоге чиновник вышел к людям и согласился провести дополнительную встречу в формате круглого стола на эту тему, а также включить представителей местных жителей в рабочую группу. Этот вопрос действительно очень острый, и его необходимо решать. По поводу... Он не готов ответить на все наши вопросы конкретные, потому что, как он объяснил, ему необходимо время для подготовки. Он предложил провести нашу встречу, следующую встречу, скажем так, в виде мини-конференции, куда будут приглашены журналисты, будут приглашены депутаты горсовета, которые избирались по этой территории, и все остальные. Он узнает позицию головы города по этому вопросу, узнает, почему выделялось там, выделялось или не выделялось эти два с половиной гектара под застройку и так далее. Он, как и мы, его... И он, как и мы, за парк. Кроме того, по словам местных жителей, в самом сквере помимо сохранения границ необходимо добавить освещение в темное время суток. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Богомолов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Мы за парк!